Считанные дни остались до старта Кубка КВН губернатора Самарской области. Эта встреча станет юбилейной, десятой, и она обещает быть не только масштабной, но и особенной. Главное отличие от Кубков предыдущих лет – это площадка проведения игр. Ей станет новый дворец спорта имени Владимира Высоцкого. Также, в отличие от предыдущих сезонов, встреча пройдет в два этапа. 1 сентября на сцену выйдут детские команды КВН. Собрать детей и подростков со всей страны главе региона предложили маленькие самарские игроки. Я думаю, что это будет эпичное такое событие, потому что в зале будут родители с детьми. Вот мы придумали такую концерцию, чтобы будут не только дети, но и их родители, чтобы они посмотрели, чем занимаются дети, чем они дышат, как живет самарский КВН, именно детский. Второй этап под названием Кубок губернатора-чемпиона состоится 2 сентября. В Самару приедут легендарные команды со всей страны. В юбилейной игре примут участие чемпионы предыдущих лет. Самарские игроки даже шутят, что претенденты на этот титул, которые приезжают побороться за Кубок, в этот же год становятся чемпионами высшей лиги. Перед зрителями выступит и известная на всю страну самарская команда СОК. Мы поняли, что да, эта игра еще у нас живет, и она не угасла. Поэтому мы в предвкушении 2-го числа вам что-то показать, что-то новенькое и старенькое. Это будет такой сюрприз. Это будет микс из нового, из старого, из золотых каких-то. Ну и, конечно, порадуем новым материалом. Самарская область в творческих направлениях всегда была в передовиках. И Кубок КВН губернатора не исключение. Количество людей, увлекшихся игрой, с каждым годом в регионе становится все больше. На сегодняшний день в командах разных уровней играют более 5 тысяч взрослых и детей. И новый виток, понятное дело, что движение получило в нулевых. С 2005 года начинает по-другому развиваться движение Самарский КВН, которое, конечно, получая в десятых уже годах колоссальную поддержку на тот момент от главы города, в данный момент главы региона Дмитриевича Азарова. Всего перед зрителями выступят 12 команд из разных городов России и Беларуси. Светлана Тимофеева, Петр Поломеев. События.